Женщине просто не хочется заниматься сексом, когда она кормит грудью. С одной стороны, рода – это естественный процесс, это нормальная физиология. А с другой стороны, она крайне меняет жизнь той пары, в которой это все происходит, и это не всегда по биологическим, хотя по биологическим мы сейчас поговорим с законом. Во-первых, женщина родила, и она начинает кормить грудью, и у нее вырабатывается гормон пролактин, который тормозит сексуальность. И это медицинский факт. Женщине просто не хочется заниматься сексом, или снижается ее потребность занятия сексом, когда она кормит грудью. Второе, есть работы, которые говорят о том, что и у мужчин снижается уровень тестостерона. Вот такая биологическая хитрость, чтобы он не убежал далеко от женщины. Природа придумала такой механизм снижения. И, соответственно, в каждой паре возникают какие-то вопросы. Но пары разные бывают. Бывают пары, у которых был высокий изначально уровень сексуального влечения. И у многих женщин, ну не у многих, скажу, да, у части женщин во время даже беременности сексуальность повышается. Это, скорее всего, гормональные какие-то такие карты так упали для нее удачно, да, что сексуальность у нее повышается. И есть мужчина, и мужчины есть разные. Есть мужчины с сильной половой конституцией, средний со слабой половой конституцией. Они будут по-разному реагировать на сложившуюся ситуацию после этих самых родов. Если мужчина со слабой половой конституцией, да, его еще природа немножко там снизила его сексуальность, да, женщина поменяла свою внешнюю привлекательность, да, там связаны, появляются проблемы с ребенком, с его, ну, бесконечным уходом за них. Понятно, что такой мужчина начнет отказываться от секса. И определенная часть моих клиентов – это те, когда приходит женщина и говорит, мой муж отказывается заниматься сексами. Секса стало крайне мало. Ну, я-то хочу, да, вот он куда-то там ушел. Во-первых, как и в любой ситуации, да, разобраться. Вот я стал вам рассказывать разные варианты, да, что может происходить. То есть ситуация поменялась, да, и поменялись там изначально исходные данные. Ну, мы не договорили, женщина, да, может поменяться внешне, да, и это будет вызывать у нее какие-то там депрессии, какие-то там недовольства собой или еще какие-то вещи. Второе, она устает от того, что происходит. Хорошая новость в том, что все это проходит. Ну, год, два, три, да, и, ну, и женщины приходят в себя, да, и возвращают, если получается, ну, вот ту внешнюю привлекательность и веру в себя. У мужчин что-то происходит, их тестостерона восстанавливается. И бывают такие удачные гормональные сдвиги, когда, скажем, сексуальная женщина повышается. Это гормональный процесс, но бывает и наоборот, когда она резко начинает снижаться. Все это вопрос для врача уже. Вот я бы рекомендовал в таких ситуациях, что-то там случается не очень хорошо, обращаться к врачу. Оргазм, он или есть, и он настоящий, или его нет. А вот настоящего оргазма, в отличие от искусственного или там какого-то фальшивого оргазма, его просто не существует. Он может быть по окрасу разный. Но вот говорить о том, что после родов что-то появляется, да, это, конечно, миф. Есть тут другая подоплека в этом. Дело в том, что созревание женщины идет достаточно долго. И вот это биологическое ее созревание, как женщина, способной получать максимум удовольствия от секса, такое психосексуальное развитие, мы так это называем, оно происходит, где-то завершается к 26-30 годам. Ну, собственно, к тому времени сейчас, да, многие женщины рожают детей. Но у кого-то вот эта способность к оргазму развивается уже 18-20 лет, а у кого-то, да, этот процесс затягивается до более там зрелого возраста. Говорить о том, как влияют роды, да, скорее, все-таки, это испытание для пары. Вот, в плане ее сексуальной жизни. И там возникает очень много проблем, но которые надо решать последовательно. Продолжение следует...